Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен Первая в новом 2020 году В студии работы Танна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу наш сегодняшний гость Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук Здравствуйте Добрый день Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните, также звоните из-за рубежа Код плюс 371 и пишите ватсап 230 6191 Ну вот в новогодние праздники, как правило Люди употребляют алкоголь В новогоднюю ночь особенно активно Даже если у человека нет каких-то патологических В этом смысле заболеваний Он может переборщить с алкоголем, скажем так А вот в момент принятия уже лишней дозы алкоголя Которая выводит человека из равновесия Что делает мозг? Он предупреждает каким-то образом Организм об этом или самого человека? Ну, к сожалению, в мозге такая функция не установлена Разве что вы ее приобретете путем многократных тренировок Это называется знать меру Чаще, конечно, сам организм предупреждает Просто нарастающим отравлением Ну или, например, нарушением двигательных функций Или там с речью все совсем плохо Или уже как-то окружающих видишь довольно мутно Вот, поэтому на самом деле, конечно, правильная доза Это результат многолетних тренировок Вот, поэтому поаккуратнее, поаккуратнее Ну а от чего зависит реакция и поведение человека После чрезмерного употребления алкоголя? Кто-то, например, становится чересчур агрессивным Кто-то начинает плакать Кто-то, не знаю, там какие-то домогательства осуществлять Вот от чего это зависит, свое поведение? Вы знаете, вот это то, что называется чрезмерная доза Это вот действительно большая доза Это обычно там 80-100, а то и больше граммов спиртового эквивалента То есть если пересчитать, это где-то полбутылки водки Вот, и здесь на самом деле идут действительно Такие серьезные нарушения во всех зонах мозга Что вот эта вот человеческая индивидуальность Да, которая там в нас на врожденном уровне записана Она может очень здорово полезть наружу То есть мы всю свою жизнь над какими-то такими врожденными нашими основами Надстраиваем контролирующие механизмы Которые позволяли бы нам в обществе выглядеть прилично Вот, и, соответственно, вести себя не слишком агрессивно, сдержанно И все такое прочее А в случае большой дозы алкоголя эти блоки очень часто снимаются Но все на самом деле по-разному И вот это вот, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке На самом деле не очень работает То есть если кто-то под большой дозой оказался слишком агрессивен Или еще что-то такое стал нехорошее делать Вот не надо уже прям так сразу на нем ставить крест Потому что это действительно такой большой сбой в работе мозга Вот, поэтому, ну, будьте снисходительны Ну да, человек вот не сумел это сделать Проблемы начинаются тогда, когда это регулярно Вот тут уже случается просто повреждение мозга Повреждение нейросетей Но можно ли говорить о том, что то, как мозг реагирует на алкоголь Зависит от его биохимии в первую очередь Или это зависит от нашего воспитания От того, как мы были сформированы в том числе Вы знаете, вот если говорить о реакции именно на большие дозы То здесь, конечно, вот эта биохимия и врожденная основа Они особенно значимы А вот пока это малые дозы, средние дозы Здесь, собственно, воспитание имеет большое значение Да, малая доза алкоголя Ну там, 20-30 граммов спиртового эквивалента Она в основном вызывает такое позитивное Эмоционально активирующее действие И такого большого криминала в ней нет И даже средняя доза Она скорее оказывает такое успокаивающее седативное действие И тоже большого криминала в этом нет Особенно, если это не часто Ну, а большая доза, она просто травматичная Это примерно как электрошелк Или удар головой, а там полку книжную изо всех сил То есть здесь нервные сети приходят в совершенно неадекватное состояние Ну и стараются хоть что-то сделать И плохо получается Ну а дофамин, который начинает вырабатываться в мозге человека, употребляющего Как действует это вещество и как оно связано с головным мозгом? Ну оно прямо вот одно из главных веществ в головном мозге Одна из самых главных молекул И дофамин известен как вещество, вызывающее положительные эмоции Связанные с радостью движения, общения, какой-то новизной И вот это вот выпить чуть-чуть бокал шампанского для веселья Это как раз про это То есть здесь дофаминовые нервные клетки активнее начинают работать Ну и собственно может сняться ощущение усталости, утомления, негативных эмоций И поэтому выпить немножко для веселья Это во всех человеческих цивилизациях Да и животные прекрасно это ощущают Мы когда работаем на своих любимых лабораторных крысах Мы же тоже можем заметить, как они тяготеют Правда не все к тому, чтобы принимать алкоголь Есть такие опыты, когда у крысы на выбор две поилки В одной чистая вода, а в другой соответственно 10% алкоголь Ну это примерно как вот сухое вино И примерно половина крыс Они так периодически прикладываются к спиртосодержащей жидкости А кстати половина не прикладывается Ну тут еще многое зависит от вкусовой системы Потому что у ряда людей Вкусовая система, она воспринимает алкоголь как что-то горькое И противная, такие люди вообще не пьют То есть можно ли таким образом просчитать Ну не знаю, в общем-то Возможность того, что человек станет алкоголиком То есть именно вот на примере этого опыта А, ну вы знаете Действительно один из факторов риска Это когда у человека При даже небольшой дозе алкоголя Выделяется много дофамина Ну напрямую мы это померить в мозге Можем только с трудом и с помощью очень таких дорогих и сложных методов Они называются позитронно-эмиссионная томография Вот Но в принципе это и по поведению видно То есть если человек при небольшой дозе алкоголя вдруг начинает Очень веселиться, ему классно Да, вот такое почти чрезмерное веселье Вот, то это конечно большой выброс дофамина И вот такие люди, они действительно легко довольно формируют зависимость Но все равно это им надо пить каждый день Там не знаю, полгода, год То есть система медленно сдвигается В случае алкоголя в сторону формирования привыкания и зависимости Алкоголь хоть и обладает наркотическими свойствами Но он такой вот Наркотик не совсем вот такой уж классический Как всякие там серьезные Кокаины, героины и так далее На ваш взгляд, насколько сознание делает нас уязвимым Перед, скажем, наркотиками Это следующая тема Потому что ведь очень часто говорят о том Что предвкушение удовольствия является уже мощным мотивирующим фактором И человек, и его мозг, и его сознание, в общем-то, жаждут этого удовольствия И далее уже идет вот эта история с наркотиками Насколько мы уязвимы перед этим желанием получать удовольствие? Ну, собственно, да, уязвимы Но на то нам и да, на разум и воля, да, чтобы этому делу противостоять На самом деле любой источник положительных эмоций Он может оказаться такой точкой уязвимости Скажем, вам нравится есть, очевидно, да? Вот, но вы же не едите непрерывно Ну, по крайней мере, обычные люди Ну, правда, там у нас есть такой предохранитель под названием желудок То есть если он слишком наполняется, он нам говорит, хватит, хватит Вот, а так вообще многие люди набирают избыточный вес Именно из-за того, что, ну, нравится есть Положительных эмоций мало других Вот, а еда – самый надежный источник положительных эмоций Вот, пожалуйста, уже зависимость пищевая Или, например, игромании, когда человек играет на компьютере Или вообще в казино Там тоже, собственно, источник положительных эмоций Там другой нейромедиатор работает Он называется норадреналин Вот, и он тоже подталкивает людей к тому Чтобы вот такие поведенческие сначала изменения Они перерастали уже в изменения на уровне мозга Вот, ну и с дофамином та же самая история То есть есть уровень, когда мы всё это можем контролировать На таком, с помощью волевых всяких, да, посылок и нашего воспитания Вот, и понимать, что, ага, вот это ещё допустимо А это уже нам мешает, мешает нам, нашим близким, портит им жизнь Вот, если человек перестаёт на это обращать внимание И уже, как бы, становится таким эгоцентричным И только о своём удовольствии думает То это очень плохой вариант Ну, и дальше путь к саморазрушению часто Ну, что касается патологических, наверное, таких историй Когда человек выпивает столько алкоголя Или употребляет какие-то химические вещества Которые провоцируют у него галлюцинации Или, как говорят, белую горячку Поймал белочку Вот как это происходит в мозге? Как работают эти механизмы? Ну, это совсем разные истории То есть галлюциногены, галлюцинации Это масса разных молекул Ну, потому что вот такое сложное, тонкое восприятие окружающего мира Оно очень легко ломается И поэтому с самыми разными нейромедиаторами Связаны галлюциногены И это могут быть и что-то вроде кетамина Это действует через молекулы под названием глутамат Или может быть что-нибудь вроде, не знаю, атропина Это действует через молекулы под названием ацетилхолин Ну, самые известные галлюциногены Это психоделики, они действуют через серотонин Вот, и такие вот классические галлюциногены Они, ну, в каком-то смысле не столь опасны Потому что они не вызывают обязательных положительных эмоций Все-таки для человека, вот когда он входит в это состояние зависимости Самое главное, это положительные эмоции К сожалению, или там, ну не знаю Ну, в общем, да, вот так вот мы устроены То есть, прежде всего, человек зависимый от какой-то молекулы Или от какого-то поведенческого акта Ну, например, та же самая игромания Он ищет положительные эмоции А вот галлюциногены, они эти эмоции вовсе положительные не гарантируют Они как бы создают некий иллюзорный мир Да, в нем там может быть страшно, может быть хорошо Часто довольно страшно Поэтому, собственно, желающих принимать галлюциногены каждый день Вы, скорее всего, не найдете Вот, это как бы одна история Вторая история, это вот действительно наркотические препараты Которые гарантируют положительные эмоции Вот тогда это действительно по-настоящему опасно И чем сильнее и мощнее это положительные эмоции Тем, собственно, опаснее наркотик Поэтому вот кокаин и героин Они занимают, к сожалению, такое печальное первое место Первые места, да, в этом рейтинге Потому что там эмоция очень мощная Вот, а что касается вот этой самой белой горячки То это совсем отдельная история Потому что сам термин белая горячка Он же очень старый, он еще из 19 века идет Почему белая? А потому что была еще красная горячка Которая была связана с инфекционными заболеваниями Инфекция, температура, красная, да, красная горячка А белая горячка, она возникает при алкоголизме Причем при алкоголизме, связанном даже не с дофамином А с другой молекулой, которая называется Гораздо сложнее гамк Гамма-аминомасляная кислота Вот гамк сокращенно, или по-английски Габа-аминобутилик-эсид Вот габа Ну и вот эта молекула, она срабатывает На как бы втором уровне принятия алкоголя Когда человек выпивает там 10-20-30 граммов алкоголя Там, так в среднем, идет дофаминовая реакция Идет активация, улучшение настроения Там хочется подвигаться, потанцевать, пообщаться Если доза уходит за 40-50-60 граммов алкоголя То там начинается вот такое седативно-успокаивающее действие Антистрессорное И многие люди пьют, особенно, конечно, не в Новый год, не в праздник А вот по жизни, да, там каждую пятницу, а то и вообще каждый вечер Для того, чтобы снять стресс Вот, и здесь активируется система как раз гамма-аминомасляной кислоты Это молекула, которая в принципе нас успокаивает А дальше представьте себе, что человек, опять же, неделя за неделей Работает через данную систему Ну и постепенно возникает привыкание То есть система гамма-аминомасляной кислоты Она уже без алкоголя работает все хуже и хуже Привыкание, значит, надо повышать дозу А если вдруг человек перестал принимать алкоголь То проявляется зависимость Или это еще называется абстинентный синдром Когда, собственно, вот этого успокаивающего, тормозящего действия В мозге оказывается слишком мало И смотрите, что происходит У человека, зависимого по типу гамм То есть через гамма-аминомасляную кислоту У него, если он прекратил принимать алкоголь То начинает нарастать возбуждение И нарастает оно постепенно На день, два, три Вот его начинает так потряхивать Он становится более тревожным, агрессивным Появляется там дрожание в руках И вот в какой-то момент Где-то там на четвертый день На третий, на четвертый, на пятый день Появляется настолько Ну, возникает настолько сильное уже сенсорное возбуждение Что появляются галлюцинации И вот все вот эти вот белочки и прочие неприятные мелкие объекты Типа там инопланетян, чертей Это вот, собственно, и названо в свое время было белая горячка То есть белая горячка Это проявление абстинентного синдрома Синдрома зависимости у алкоголика Который сформировал в себе зависимость именно по гамм к типу И вроде бы это довольно причудливо Но на самом деле это довольно типичная история, к сожалению Вот, вот что такое белая горячка, белочка То есть если человек перепил И у него действительно галлюцинации на фоне избытка алкоголя То это всего лишь алкогольный психоз Это к утру пройдет Вот, а вот если белочка То тут как бы настоящая белая горячка Здесь, конечно, уже все плохо, серьезно И надо лечиться Потому что, ну, мозг-то разрушается Поведение разрушается Разрушаются все отношения между людьми Чем можно объяснить вообще тот факт Что мозг предусмотрел функцию галлюцинации Что эти галлюцинации у нас появляются Есть этому логическое объяснение? Для чего это нужно? Ну, я бы, наверное, не сказал Что мозг предусмотрел функцию галлюцинации Но они же появляются для чего-то Это сбой, да Ну, вот, не знаю Вы, не знаю, как с современными телевизорами Наверное, это уже не пройдет Но если вспомнить старый телевизор И стукнешь его по корпусу сверху кулаком И он так раз и весь заребил Вот, соответственно, что-то такое происходит Во время галлюцинации То есть вы грубо вмешиваетесь в нормальную работу нейросетей Там возникают артефакты И эти артефакты, собственно, мы можем воспринимать как галлюцинацию Нет, галлюцинацию нельзя назвать таким нормальным состоянием Ну, за исключением каких-то очень особенных контролируемых ситуаций Но тогда и говорят даже не о галлюцинациях А скорее о медитациях Вот, или там ситуациях такого фантазирования Да, творческого полета фантазии То есть в чем отличие? Отличие в том, что когда человек в состоянии галлюцинации Он, собственно, забывает, что он в галлюцинации Он принимает все за чистую монету Вот, а если это медитативное состояние Да, или опять же там какой-нибудь творческий полет фантазии Вот, то здесь вы помните, что на самом деле Это творческий полет фантазии И вот эти вот образы, которые вы придумали Да, и которые в вашем мозгу возникают Они не настоящие А при галлюцинации все считается уже за чистую монету Но если говорить о галлюцинациях по причине заболеваний Вот, например, история Нобелевского лауреата Джона Нэша И фильмы «Игры разума», где он, по сути, с помощью собственного мозга Побеждает собственный мозг, осознав, что те галлюцинации, которые он видит, нереальны И продолжает с ними жить Вот это возможно? Да, это возможно Это возможно Ну, собственно, история Нэша – это история шизофренического нарушения работы мозга Шизофрения, как известно по статистике, примерно у каждого сотого человека И если это тяжелая шизофрения, то тут, к сожалению, без препаратов никак А вот если это легкая шизофрения, то, как в случае Джона Нэша, можно осознать, в конце концов Что вот вы отдельно, а галлюцинация отдельно И вот в этот момент вы можете с этими проявлениями работы собственного мозга Начинать бороться на уровне, ну, типа, договорились Потому что в том же самом фильме, ведь как показано Вначале все принимается за чистую монету И все эти друзья, маленькие девочки И какие там секретные агенты Их Нэш считает реально существующими А в какой-то момент он осознает, что это патологические эффекты проявления работы его мозга И вот в этот момент становится возможным Ну, по сути дела, что-то вроде психотерапии Но здесь, конечно, нужен человек, который бы все это объяснил Раз, и во-вторых, огромный самоконтроль Самого пациента, который бы все это удерживал Ведь Нэш, собственно, помните, опять же, по фильму, да и по жизни Он нобелевский лауреат по экономике И прекрасный математик И если он начинает принимать эти самые нейролептики То есть препараты, которые помогают, в принципе, да При той же тяжелой шизофрении У него галлюцинации уходят, но уходит и его одаренность Вот, а фокус в том, что порой, к сожалению, гораздо реже, чем хотел Делась бы, патология, ну, в том числе при шизофрении, да Она работает как источник энергии для проявления человеческой одаренности Но таких историй не очень много Чаще все-таки человек с шизофренией У него многие функции повреждены, понижены Но Нэш – это такая уникальная история Ну, похожая же история случается при эпилепсии Потому что эпилептический очаг, он ведь тоже у каждого 200-го человека Генерирует припадки, а есть-то он у каждого 50-го И люди, у которых эпилептический очаг не генерирует припадки Они порой подвержены всплескам эмоций Каких-то неожиданных мыслей Чему-то вроде кратковременных галлюцинаций И здесь, опять же, иногда вот этот эпилептический очаг Он может выступать как дополнительный источник энергии Для проявления человеческой одаренности И здесь обычно пример приводят Достоевского и Ван Гога, например А гениальность – это патология, на ваш взгляд? Ну, в любом случае, это не патология Если это, конечно, такая хорошая гениальность Как это говорят, социально одобряемая гениальность То есть, если вы гениальный злодей, то это, конечно, патология Ну, это вот, смотри фильмы про агента 007 А как бы так вот, гениальность в норме Если можно вообще это слово для гениальности использовать Это всё-таки очень хорошая работа каких-то центров И будь это искусство, или наука, или, может быть, гениальный бизнесмен Да, то есть, ведь гениальность – это, собственно, достижение каких-то экстраординарных результатов В какой-то очень важной сфере человеческой деятельности Может быть, гениальный спортсмен, в конце концов Вот, какая тут патология Человек пашет, пашет, плюс у него ещё прекрасно как-то вот легли гены То есть, большинство случаев, ну, скажем так, высокой одарённости, а может быть, даже гениальности Да, это, во-первых, человеку повезло вытащить, ну, буквально как из колоды карт Прекрасный набор генов, за это спасибо маме, папе А также бабушкам, дедушкам и всех, кто там по цепочке поколений нам эти гены передаёт И, во-вторых, он ещё работал, 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 развивая эту свою способность Вот тогда это получается Вот, но, и, как бы, специалисты оценивают процент таких гениев Ну, как, не знаю, там, 70-80 Вот, но где-то в 20% случаев К вот таким вот, как бы, факторам врождённым и плюс трудолюбию Присоединяется ещё какое-то нестандартное функционирование мозга Которое может вливать дополнительную энергию Или делать так, что человек очень мощно концентрируется именно на этой сфере И, опять же, всю энергию на это направляет, а про всё остальное забывает И тогда мы говорим о гениальности сцепленной с шизофренией, с эпилепсией Или, например, с аутизмом Или, например, с аутизмом Вот, и здесь, конечно, если ваш ребёнок одарён И при этом вот ещё такие вот отклонения параллельные Здесь, конечно, родителю, да и педагогу, да И начальнику, на которого будет этот гений, скажем, компьютерной работать Ему приходится гораздо сложнее Но это того стоит Вот, потому что, ну, действительно, выход, да Вот этот творческий, необычный какой-то результат Он здесь тоже очень вероятен Но это более тяжёлая история Поэтому обычно говорят о гармоничных гениях И всё-таки, если мы посмотрим на тех же, не знаю, там, нобелевских лауреатов Можем мы их называть гениями? Ну, по крайней мере, очень талантливыми и очень удачливыми людьми Вот, всё-таки большинство из них, они гармоничные гении Но часть из них — это гении, которые стали гениями Не только благодаря генам и трудолюбию Но ещё и каким-то дополнительным таким вот пунктиком в мозге Которые влили в их поведение дополнительную энергию Сейчас делаем небольшой В искусстве таких людей больше, чем в науке и бизнесе Потому что искусство, оно ориентировано на необычность Вот, и там, конечно, здесь чаще это получается Небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим Оставайтесь с нами Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен» В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв На прямой связи по скайпу с нами сегодня доктор биологических наук Вячеслав Дубынин, здравствуйте ещё раз Добрый день Ну вот до перерыва мы говорили о взаимосвязи мозга с феноменом одарённости Как определить область одарённости, продолжая тему И можно ли это сделать человеку? Ну, мы стараемся А те, кто специалисты, которые работают В соответствующих областях Они имеют инструменты Психологического тестирования Своего педагогического опыта Для того, чтобы эту одарённость определять В каких-то случаях Алло, меня слышно? Да, мы слышим вас Ага В каких-то случаях это довольно, ну, относительно легко, скажем, в спорте, да? Вот, в каких-то это сложнее Та же самая наука, бизнес В искусстве тут вообще Столько критиков и столько мнений Что совсем бывает непросто Вот, но тем не менее То есть мы же не говорим об одарённости вообще Мы, как правило, или там гениальности Мы, как правило, имеем дело с какой-то вполне конкретной сферой Там математика, да? Или там наша биология То есть вот я, например, преподаватель МГУ, профессор там и всё такое прочее Но я же работаю не только со студентами Я работаю с одарёнными школьниками С ребятами, которые, например, входят в сборные страны Которые там участвуют во всяких международных олимпиадах Причём действительно не только с биологами Но, например, с математиками С математиком очень интересно слушать о принципах работы мозга И главное, что я взаимодействую много с педагогами Которые работают с такими детьми И я вижу, какие они используют критерии Порой это психологические тесты Но реально, когда вы уже действительно работаете с штучным вариантом Неким уникальным ребёнком, уникальной нервной системой Это прежде всего ваш опыт педагога, наставника Поэтому как бы компьютеры, например, не развивались Интернет и всё такое прочее Роль родителя, роль педагога никуда не денется То есть выращивать уникальный мозг, уникальную нервную систему С какими-то прекрасными способностями Это очень благородное дело, очень увлекательное И, кстати, мы говорим о спортивной одарённости И, не знаю, о одарённости в искусстве Но ведь точно так же мы можем говорить о педагогической одарённости Её ещё сложнее определить Но ведь есть же гениальные педагоги Были, да, и они там основали целые направления в педагогике Так что тут всё непросто И всё очень конкретно привязано к конкретной сфере человеческой деятельности Ну вот история с мозгом Эйнштейна Который был похищен, вы пытались изучать И, как выяснилось, ничего особенного там не нашли Ну, на самом деле, действительно, физиологический мозг гений Не отличается от обычного человека Ну, это значит, что наши методики слишком грубые пока что Потому что мы имеем объективные данные о гениальности Эйнштейна Значит, у него что-то там было особенное с его нейросетями Ну, я бы не сказал, что там совсем ничего не отличается Насколько я представляю эти работы Там получилась информация о усиленном развитии тех зон Которые связаны с абстрактно-логическим мышлением Это нижняя часть теменной доли, височная доля И мне особенно интересна показалась гипотеза о том, что у Эйнштейна В мозге было местами больше так называемых тормозных клеток нервных Чем у обычного человека Вот смотрите, как наш мозг устроен Там есть миллиарды нервных клеток, которые передают сигналы Но на самом деле только половина нейронов Только половина А вторая половина нейронов, тоже миллиарды клеток Занимается тем, что блокирует лишние информационные потоки Это нужно для того, чтобы мозг хорошо концентрировался на решаемой задаче Чтобы лишние какие-то мысли, эмоции не мешали Какие-то шумы не затрудняли процессы переработки сигналов и всё такое прочее И вот судя по всему, у Эйнштейна именно эта функция была очень ярко установлена То есть его мозг мог так работать, что отсекая все лишние эмоции и мысли Максимально концентрироваться на решаемой задаче И это очень важно И любой, кто занимается профессиональной мыслительной функцией Знает, насколько важно убирать лишние помехи Опять-таки лишние эмоции Чтобы сконцентрироваться на главном Вот, по крайней мере, это мы про мозг Эйнштейна знаем Ну, можно ли в качестве примера вспомнить историю про Шерлока Холмса Который как раз говорил о том, что зачем мне знать, что Земля крутится вокруг Солнца Потому что эта информация не даёт мне какой-то особый смысл Для того, чтобы решать свои основные задачи То есть это так работает, если на таком простом примере? Ну, это если вы занимаетесь работой вроде Шерлока Холмса То есть вы в конкретный момент жизни загружаете в свой мозг кучу конкретных знаний Плюс у вас ещё есть какие-то конкретные знания, очень много И дальше ваш мозг ловит между ними ассоциации и выстраивает эту самую дедуктивную цепочку То есть, да, тогда вам не нужно знать, что Земля круглая И отличать там мюмезон от пемизона Но если вы, например, философ, да, или там физик на каких-то высших уровнях Вам такая информация очень даже уместна и очень важна То есть, опять же, одарённость, она очень конкретна Редко, крайне редко, да, появляются на планете универсальные гении И боюсь, что сейчас им появляться всё сложнее Потому что знаний человеческих всё больше и больше Вот в эпоху Возрождения там, да, человек мог успевать заниматься и искусством, и математикой, и богословием Вот, а сейчас, несмотря на то, что мы стали жить там вдвое дольше Мы едва-едва успеваем следить, да, за своей сферой знания Следить, не то что там новые осваивать, потому что настолько велики изменения Но я вот по своей нейробиологии сужу, то есть я 40 лет, можно сказать, уже занимаюсь мозгом И у меня такое ощущение, что всё только начинается Потому что появляющиеся новые методы, новые подходы, компьютерный анализ Который позволяет перевопачивать полученные данные и делать какие-то потрясающие обобщения, заключения Всё это позволяет вот сейчас по-новому, да, относиться и рассматривать работу разных нервных центров, разных молекул И всё это жутко интересно Вот, поэтому, собственно, всё дело в том, опять же, в какой сфере вы работаете Остаётся только пожелать всем и слушателям, в том числе, иметь такую профессию, такую работу Где вот этот эффект новизны и всё время вот открытие каких-то новых сфер, вот этот эффект бы ярко проявлялся Потому что если каждый день одно и то же, и как бы вы ходите по проторенным тропинкам Здесь, ну, не очень ваш мозг радуется И, кстати, быстрее стареет Вот, потому что один из факторов сохранения молодости мозга, да, это новизна Причём новизна на позитивном эмоциональном уровне То есть рекомендуется ввязываться в новые дела, в новые проекты Вот это Новый год, это же не просто так, да Надо бы что-нибудь новенькое в своей жизни устроить Ну, недаром сейчас социологи-психологи начинают всё чаще говорить о том, что человеку бы за жизнь Три-четыре раза менять профессию Или, по крайней мере, ту сферу, в которой вы работаете Вы можете глобально не менять профессию, но всё равно уходить в какие-то новые области, дополнительные Это омолаживает наши нейросети И позволяет, собственно, нам быть более радостными И дольше активно существовать У нас звонок, радиослушатель на линии Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут Да, Владимир Вот будьте добры, вот только что по вами сказанному Вот вы говорите новизна Чтобы, значит, мозг постоянно работал и не деградировал Ну, вот возрастные изменения, они очевидны Ну, вот если взять таких людей возрастных, допустим, Познер, Примаков, Капица Одни и те же, в общем-то, один и тот же род умственной деятельности То есть новизны особой там нет Абсолютная рассудочность То есть вот наглядная демонстрация, ну, идеальной работы мозга И в то же время провесники их, ну, ближе к обывателям Ну, очевидна деградация, да? И вот вопрос, как все-таки не на этом высшем уровне вот этих интеллектуалов А на усредненном, скажем еще раз, обывательском уровне Попытаться добиться того, чтобы если деградация неизбежна То как-то хотя бы в какой-то степени было возможно ее замедлить Как-то там, то есть что надо делать, чтобы, ну, грубо говоря Память катастрофически овально не падала и так далее Ну, я думаю, вы поняли вопрос Всего хорошего, спасибо Ну, собственно, и Капица, и Познер Или вот Николай Николаевич Дроздов для меня, например, такой вот человек Для них как раз новизна ужасно важна То есть пусть они остаются в рамках глобально своей профессии Но посмотрите, да, в какие разнообразные проекты они ввязываются Сколько новой информации через себя пропускают Насколько они инициативны и позитивны, несмотря на все сложности нашей жизни Ну, и для обычного человека, на самом деле, можно посоветовать следовать этим идеалам Ну, посмотрите вокруг себя, да, в каких сферах возможна ваша самая новизна Вот, ну, одно дело, когда вы продолжаете работать, да То есть вам там, не знаю, 50-60 лет Здесь, собственно, вы можете продолжать искать для себя новые какие-то научные проекты Ой, научные, извините, это я про себя Про ученую сферу Ну, новые проекты в сфере своего производства, да Выходить в какие-то новые области То есть важно осознавать, что наш мозг, он так устроен Что он, да, он охотно стереотипизируется То есть очень охотно начинает лениться Ну, недаром говорят об отдельных таких особых программах лени и экономии сил Которые в природе-то полезны, но на больших, так сказать, интервалах времени Они ведут к тому, что вы действительно не добираете положительные эмоции И нейросети начинают стареть Вот у нас наш мозг так организован, что нервные клетки передают друг другу информацию Но если это всё время одна и та же информация, похожая То многие клетки не добирают этих самых сигналов Не добирают положительных эмоций И реально, да, начинают нейросети упрощаться То есть часть нервных клеток гибнет У нас, когда гибнут в мозге нервные клетки Это в основном гибнут те, которые не используются То есть, как бы, зачем кормить такой нейрон Если через него не идут информационные потоки Вот поэтому важно находить новые сферы деятельности Если вы продолжаете трудиться на каком-то там производстве Ну, здесь этих самых сфер полным-полно Но, в конце концов, да, можно и глобально даже изменить профессию А если вы уже какого-то пенсионного возраста Ну, во-первых, вы подумаете, вы точно решили, да, быть пенсионером Или всё-таки вы готовы ввязаться в какие-то дополнительные проекты Социальные, волонтёрские, не знаю, там, экологические Вот, активно общаться Очень важна двигательная активность То есть, тут вот, как бы, сейчас очень много статей В нашей нейробиологической сфере Идёт о том, что, ведь, посмотрите, две трети нашего мозга На самом деле, это нервные клетки, занимающиеся движениями То есть, на зрение, слух, память, там, принятие решений, волю Остаётся только треть нерву А примерно две трети управляют, на самом деле, нашими мышцами И работают на то, чтобы мы двигательно обучались И вот очень мощный фактор поддержания активного состояния мозга в любом возрасте Это движение Причём движение не просто вот я гуляю по тропинке по той же, что и каждый день Это тоже прекрасно, это гораздо лучше, чем ничего Но важно, чтобы были новые движения То есть, попробуйте что-нибудь В 70-80 лет, и даже позже, да, можно учиться танцевать Осваивать, не знаю, там, оригами Вот, ну, в общем, гулять, но по другим каким-то тропинкам Вот, недаром сейчас, опять же, я уже несколько раз сталкивался с проектами Когда создаётся виртуальная реальность для пожилых людей Таких сильно пожилых Потому что, если вы сидите всё время в одной и той же комнате И гуляете по проторенным тропинкам Информации новизны маловато А вы надеваете эти самые 3D-очки И вдруг оказываетесь в каком-нибудь чудесном мире Вроде там, Алисы в стране чудес И это потрясающе активирует вашу нейросеть Вот, поэтому, собственно, новизна, она везде Она в ежедневном вашем общении с близкими Вот, в том, как вы организуете свой порядок дня Что вы едите, как вы двигаетесь, да Вот, важно следить за тем, что эта новизна Должна входить в вашу жизнь регулярно Потому что, действительно, вот эти программы Линии экономии сил Они так раз и там, давай будем делать как обычно Да, чего от добра добра-то искать Вот, и в итоге получается, что вот этот фактор Новизны и активности Он позволяет мозгу дольше оставаться Таким эффективно функционирующим И даже защищает от нейродегенерации Ну, например, от болезни Ацгеймера Вопрос от нашего радиослушателя Николая Он у вас спрашивает Вы согласны с тем, что сны – это работа нашего мозга Во время сна? То есть, тело спит, мозг функционирует Но есть и другое, когда человеку не снятся сны И как это можно объяснить? Ну, вопрос немножко так сумбурно написал наш радиослушатель Но вообще о снах Насколько они изучены и что происходит с нашим мозгом все-таки? Ну, собственно, сны изучаются очень активно Конечно, до полного изучения еще далеко Но достаточно давно, собственно, уже почти 70 лет Известно, что сон, он делится на две фазы Так называемый медленно-волновой сон Это где-то 70-80% времени сна, когда мы отдыхаем Вот действительно отдыхаем И мозг очищается от всяких отходов, обмена и все такое прочее И это очень важно Но 20-25, а то и 30% времени сна Это так называемый парадоксальный сон или быстрый волновой Почему он называется быстрый волновой? Потому что в этот момент в мозге фиксируются быстрые электрические колебания Более характерные для состояния бодрствования То есть получается парадоксальная ситуация Поэтому, собственно, парадоксальный сон Мозг спит и разбудит человека на этой стадии сна Даже сложнее, чем на медленно-волновой стадии А при этом по электрической активности Мозг чем-то явно очень-таки серьезным занимается И если человека на этой фазе все-таки будить Он часто говорит, что я видел сон И большинство людей вот эти сны, которые там вот на этой фазе происходят Большинство людей не помнят Вот я, например, тоже не помню А помним мы в основном лишь такие вот утренние сны Когда мы уже почти пробуждаемся Там тоже это возможно Но эти сны, они менее эмоциональные И как бы менее глубокие по смыслу А вот то, что там во время парадоксального сна происходит Это что-то такое очень отдельное И считается, что мозг в этот момент отключившись от внешнего мира Перелопачивает ту информацию, которую накопил за предыдущий день Предыдущую неделю, месяц, за всю жизнь Поэтому бывают творческие сны, прогнозирующие сны И, к сожалению, большинство из нас их не помнит Но примерно каждый двадцатый человек помнит И такие люди буквально живут в сериалах И идут спать с огромным интересом А что там дальше случится? И творческим людям это тоже бывает очень полезно Потому что немало озарений, да, они случились во время сна Потому что мы спим, казалось бы, да И наше сознание, вот эта функция сознания выключена А в это время наши нейросети продолжают перелопачивать информацию И там бац, какая-нибудь там таблица Менделеева приснилась Естественно, Менделееву, потому что он об этом думал Или там Пушкин с его стихами То есть очень часто по этому сняты стихи Ну, насчет Пушкина не знаю Но у Маяковского в его книге «Как делать стихи» Есть прямо история, как ему снились всякие метафоры И дальше он их там с утра записывал Вот Ну что ж, на этом мы сегодня, к сожалению Важно, важно спать достаточное количество времени Важно понимать, что мы спим так Час-полтора, медленный сон, потом минут 20 быстрый То есть цикл сна, один цикл Это медленный сон плюс быстрый сон Длится полтора часа или час-сорок минут, час-пять-десят минут И вот такими циклами мы спим И важно спать хотя бы 4 цикла в день, в сутки 5 – это вообще русскошь, 3 – это мало То есть 4,5 часа – мало 6 – так и быть 7,5 – это что надо Вот И вот как-то осознанно к этому относиться То есть нам нужен немедленный волновой сон И парадоксальный, потому что Без парадоксального мозг не очищается От электронного мусора И вы просыпаетесь с теми проблемами Которые у вас в голове накопились А хорошо вы проснулись Относительно чистой головой Готовый к новому дню Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы Вячеслав Дубынин был гостем программы Спасибо вам, всего доброго и до свидания Всего доброго Спасибо До свидания Спасибо